задача номер 482 из уже известного нам сборника к задаче есть рисунок я покажу его чуть позже два луча симметрично пересекают главную оптическую ось собирающей линзы на расстоянии семь с половиной сантиметров от линзы под углом альфа 4 градуса давайте сразу запишем а равно семь с половиной сантиметров угол альфа 4 градуса далее определить угол между этими лучами после прохождения ими линзы если фокусное расстояние лиза 10 сантиметров фокусное расстояние линзы 10 сантиметров надо определить угол между этими лучами давайте обозначим его буквой бета и вот рисунок главная оптическая ось собирающей линзы вот сама собирающая линза вот точка а упомянутая в задаче и два луча симметрично пересекают главную оптическую ось вот один луч я его даже покажу цветным мелком вот один луч и вот второй луч надо сказать что я угол конечно указываю с преувеличением угол между этими лучами вот он альфа расстояние от этой точки где они пересекаются до линзы а и давайте еще попутно отметим фокус этой линзы вот он значит вот направление лучей они доходят до линзы преломляются и дальше распространяются и нужно определить угол между этими лучами после преломления в линзе и тут обратите внимание на одну тонкость фокусное расстояние 10 сантиметров а вот это расстояние меньше семь с половиной сантиметров это значит что эти два луча после преломления в линзе не образуют сходящегося пучка почему а давайте будем думать так пусть эти лучи не пришли откуда-то там со стороны а эти лучи исходят вот из этой светящейся точки тогда это наш предмет а мы знаем что если предмет находится между фокусом и линзой то изображение этого предмета будет мнимым то есть оно будет образовано не самими лучами а их продолжениями и образовано оно будет с этой стороны поэтому на самом деле ситуация будет выглядеть так эти два луча не будут сходиться а будут расходиться только под меньшим углом и давайте покажем точку пересечения продолжение этих лучей вот а а сами лучи пойдут дальше вот так и нам нужно найти угол между этими лучами где он вот он угол бета давайте рассуждать следующим образом введем вот это расстояние давайте обозначим его буквой b это фактически расстояние до изображения мнимого изображения вот этого предмета следовательно расстояние а расстояние b и фокусное расстояние можно связать с помощью формулы линзы то есть единица на а дальше здесь единица на b равняется единица на f что тут за знак надо поставить изображение мнимое поэтому здесь ставится знак минус если мы считаем что б положительная величина то есть расстояние то тут надо поставить знак минус потому что координата изображения у нас отрицательная координата изображения мы отсчитываем по ходу луча отсюда мы можем найти b для чего нам это нужно а вот для чего обратите внимание на два треугольника вот этот прямоугольный треугольник у которого поскольку в условии задачи сказано что лучи симметричны вот этот угол b пополам бета пополам этот треугольник имеет противолежащим катетом вот эту вот этот отрезок обозначим его например буквой y и вот этот треугольник тоже прямоугольный у него угол лежащий против y альфа пополам а катет прилежащий будет у нас а поэтому мы можем записать следующее соотношение с одной стороны у равняется а умножить на тангенс альфа пополам с другой стороны у равняется b умножить на тангенс бета пополам а это одна и та же величина значит мы можем записать а на тангенс альфа пополам равняется b на тангенс бета пополам а теперь давайте запишем чему будет равняться отношение например б а б нет давайте лучше а к б потом мы в формуле линзы это линзы это отношение сформируем а деленное на б отсюда равняется тангенс бета пополам разделить на тангенс альфа пополам и мы можем теперь воспользоваться вот этой формулой давайте сделаем так поскольку нам нужно найти отношение а к б ведь оно связывает углы через тангенсы то умножим левую правую часть этой формулы на а тогда здесь у нас будет единица минус здесь у нас будет а деленное на b а справа будет а деленное на f вот так теперь давайте выразим отсюда а деленное на b а деленное на b равняется единица минус а деленное на f давайте для красоты приведем к общему знаменателю а деленное на b равняется дробь в знаменателе f в числителе f минус а вот так и теперь мы можем записать тангенс бета делить на�� тангенс бета пополам делить на тангенс альфа пополам тангенс бета на 2 А делить на тангенс альфа на 2 равняется А деленное на Б. То есть, смотрим туда, F минус А делить на F. Ну и мы можем теперь отсюда выразить тангенс бета пополам. Это будет вот эта дробь умножить на тангенс альфа пополам. Но давайте обратим внимание на то, что углы у нас маленькие, альфа 4 градуса, а бета и того меньше. А если углы маленькие, то отношение тангенсов практически совпадает с отношением углов. Вот, например, давайте разделим тангенс 4 градусов на тангенс 2 градусов. Тангенс 4 градусов делить на тангенс 2 градусов. Получается 2, 2 нуля, 24. То есть, только в четвертом знаке отличие от нуля. Практически 2. Поэтому мы будем этим пользоваться. Альфа мал, следовательно, тангенс альфа пополам делить на тангенс бета пополам практически равняется альфа пополам, деленное на бета пополам. Бета пополам. Или альфа, деленное на бета. Поэтому мы можем здесь записать. Тангенс бета пополам заменяем, вот это отношение заменяем на бета к альфа и получаем бета с достаточной степенью точности равняется альфа умножить на f минус а делить на f. Считаем бета равняется 4 градуса умножить на 10 сантиметров минус 7,5 сантиметров делить на 10 сантиметров. Тут у нас 2,5 делить на 10, это получается 1,4 умножить на 4 градуса, 1 градус. Под таким углом расходятся лучи, расходятся, не сходятся после преломления в линзе. Задача решена.